Пришла новинка от компании Андостар. Цифровой микроскоп, да еще и с эндоскопом AD206S. Его смело можно назвать семейным. Дети смогут рассмотреть усы у стрекозы, либо как устроена перышко. Микроскоп незаменим при ремонте часов и при пайке плат. Эндоскоп заинтересует врачей уха горла носа, да и не только их. Изначально я ждал биологический микроскоп AD407, который хотел подарить школе. Но в затянувшейся переписке с представителем Андостар, за которой особо не следил, каким-то чудом дал согласие на AD206S. Кстати они дали несколько промокодов на скидку. Ссылки с промокодами оставлю в описании под видео. AD206S во многом хорош, но уступает 407 по трем позициям. Камера 2 мегапикселя против 4, увеличение 50 кратное против 270, а еще 407 можно подключить к телевизору или проектору через HDMI выход. Коробка была упакована в пакет и пупырку. Мало вспомялось, но с содержимым все в порядке. Подставка увесистая, с гибкой подсветкой, микроскоп с 7-дюймовым экраном. Под наклейкой не распаян отсек для аккумулятора 18650. Распаять можно, но как по мне одного аккумулятора мало. Да и подсветка подставки окажется за бортом. Наиболее удачным решением, когда будет работать все и дольше, подключить микроскоп к повербанку. Сверху разъем для эндоскопа, слот microSD карты, microUSB разъем и кнопка сброса. В более дорогих моделях на месте этой заглушки стоит HDMI разъем. Экран может поворачиваться по вертикали, а на этом кольце будет крутиться по горизонтали. Чуть ниже широкое кольцо регулировки фокуса и ультрафиолетовый фильтр. За стеклянным фильтром еще одна подсветка, яркость которой меняется этим резистором. Питание. Провода питания соединены с проводным пультом. Питается микроскоп от адаптера на 2 ампера. Такой же разъем у смартфонов и у повербанков. Стойкая штатива сделана добротно. И наконец вот такой эндоскоп с подсветкой. У эндоскопа есть подставка и несколько насадок. И конечно же инструкция на английском и китайском с картинками. Сборка микроскопа займет не более двух минут. Чтобы экран мог поворачиваться винты зажмем легонько. Все. Питание подключим в гараже. Type-A подключим к адаптеру. Микро USB к экрану. И штекер 5.5 на 2 к подсветке подставки микроскопа. Сразу поставим и микро CD карту, потому что встроенной памяти у микроскопа нет. Подключим и эндоскоп. Пульт. Пульт питается от двух мизинчиковых батареек. Все готово для первого включения. Бегло просмотрим какие кнопки за что отвечают. Глянем что есть меню. После чего проведем с десяток интересных тестов. И покажу один лайфхак. Микроскоп включается кнопкой на мониторе либо с проводного пульта. Эти кнопки меняют яркость подсветки. Посмотрим на перышко. Поскольку микро SD карта уже стоит, можно включить запись. Видите эти крючки? Благодаря микроскопическим крючкам перо надежно держит форму и не пропускает воздух и воду. За этими липучками будущее. Когда технически это будет возможно. Экран без труда поворачивается по вертикали и горизонтали. Штатив можно наклонять. Идет туговато. Нужно придерживать. Этой кнопкой можно делать снимки. Эта кнопка включает и выключает запись видео. Эта кнопка включает картинку в картинке с эндоскопа. Нажав еще раз. Картинка с эндоскопа займет весь экран. Матрица эндоскопа 0,3 мегапикселя. Но картинка достаточно четкая даже на стене. При желании можно использовать как веб камеру. Вторая кнопка слева при коротком нажатии переключает режимы записи видео, фото и воспроизведения сохраненных файлов. Нужный файл можно найти с помощью этих кнопок. Чтобы просмотреть или остановить воспроизведение, жмем кнопку ОК. Эта кнопка выключает и включает микроскоп. Чтобы попасть в меню, нужно удерживать немного дольше кнопку М. Если вы зашли в меню из режима видео записи, то можно выбрать один из трех вариантов разрешения записи. Я ставлю Full HD. Давайте вначале сменим язык, чтобы было понятней. Здесь можно настроить дату и время. А здесь должен быть и русский язык. Дальше можно изменить частоту. Это может пригодиться при слабой освещенности или при мерцании диодной подсветки. Тут можно отформатировать SD карту. Можно сделать сброс до заводских настроек. И посмотреть версию прошивки. Да, внизу есть подсказки для перемещения по меню. Еще можно настроить цикличность записи. Как в регистраторах. С затиранием самых старых файлов. Видео может идти сплошным потоком. Либо будет резать на куски по 1, 2, 3 и 5 минут. Можно настроить баланс белого. Включить или отключить аудиозапись. Микрофон спрятан внутри корпуса. И пишет на троечку. И наконец на фото и видео можно поставить штамп с датой и временем. У пульта плюшек больше, чем в меню. И иногда может быть незаменим. Кнопка меню открывает то же самое меню. Управление меню осуществляем с помощью кольца и кнопки ОК. При выходе из меню кольцо регулирует баланс белого. Это кнопка смены частоты. Эти две кнопки меняют яркость. А этими можно выбрать один из трех вариантов контрастности. Эта кнопка включает картинку в картинке с эндоскопа и разворачивает на большой экран. Эта кнопка делает сброс до заводских настроек. Эта кнопка развернет изображение. А это сделает изображение негативным. Еще можно включить черно-белый режим. Заморозить картинку. И защитить от затирания видео файл. Эта кнопка откроет меню с линиями. А серфить по нему можно экранными кнопками. Их можно включить. Можно выбрать и изменить любую линию по вертикали или горизонтали. Изменить ее цвет, ширину и место положения. Ну что проведем несколько интересных тестов. И начнем наверно с эндоскопа. К эндоскопу идет пять насадок, напоминающих медицинские. Но скорее для бытовых нужд. Это служит для осмотра полости рта. Например во время ангины. Либо для того, чтобы достать рыбную косточку. Это для осмотра ушей. К примеру на предмет посторонних предметов у детей. Это насадка для дерматологов или косметологов. Можно разглядеть состояние корней волос или занозу. Это для зубных врачей. А это даже не знаю. Наверно для врача-проктолога. Пишите свои мысли по поводу этой насадки. Но все эти насадки можно использовать и в других целях. Эндоскоп выручат при работе с большими платами, которые не помещаются под микроскопом. Кстати фокус настраивается с обратной стороны эндоскопа. А яркость подсветки регулируется этим резистором. Есть некоторое неудобство в стабилизации картинки при сильном увеличении. Но это можно решить фиксируя как-либо эндоскоп или руку. Здорово выручают некоторые насадки. Допустим зубной насадкой можно рассмотреть не выпаивая то что написано на транзисторе в недоступном для глаза месте. А с помощью этой насадки можно достаточно быстро осмотреть смд элементы или найти микротрещину. На пару часов можно занять детей. Могут изучить к примеру глаза и мордочку стрекозы. Похоже это самец. Смотрите какой небритый. А так выглядит мордочка клеща, который приехал домой из леса в ведре с рыжиками. Не знаю как у вас, а у нас в этом году рыжиков было много. Ну а так выглядит моя двухдневная щетина. Внучка смеялась пока не увидела на своей щеке волосинки. У микроскопа качество картинки конечно лучше чем у эндоскопа. Оно и понятно. Два мегапикселя против ноль трех. Более детально и без тряски можно рассмотреть все что угодно. У стрекозы кроме усов есть еще и рожки. А у клеща на лапках по три кривых коготка и страшная щетина. Здорово выручает подсветка подставки. Меняя угол света можно рассмотреть все детали. И особенно работая с платами. Отрегулировать свет можно так, что то что казалось бы не читается, прочитается. Если места для пайки или работы с феном под микроскопом недостаточно, его можно наклонить. Либо использовать простой лайфхак. Ослабить эту контргайку и развернуть микроскоп. В противовес на подставку нужно что-то положить. А если нужно поднять еще и выше, можно что-то подложить. Жало у моего паяльника сейчас стоит не лучшее для микросхем. И я впервые пытаюсь паять, глядя на экран микроскопа. И скажу вам, что потренировавшись с пол часика, пайка будет не хуже заводской. Следите за рукой на экране и под микроскопом. Время задержки, как видите, очень маленькое. Меньше четверти секунды. Тот, кто работал за USB микроскопами, мне сейчас позавидует. Потому что там отставание картинки заметно выше. В целом, как от микроскопа, так и от эндоскопа, у меня только положительные эмоции. Если еще вчера я считал, что он мне не нужен, то сегодня понимаю, что даже элементарные вещи могу делать не одевая очков с комфортом. Вдеть нитку в иголку. Поменять батарейку в часах. Показать внучке микромир и так далее. Что же касается 407 биологического микроскопа для школы, думаю компания Andastar его пришлет благодаря вам. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите комментарии. Я их не только читаю, но и отвечаю. И делитесь этим видео с друзьями. Чем больше будет просмотров за текущий месяц, тем выше вероятность того, что в скором времени состоится обзор 407 микроскопа в школе. О чем я еще не сказал, это о качестве записи. Фото и видео файлы с микроскопа сохраняются в папку А, а с эндоскопа в папку Б. Разрешение фото и видео с эндоскопа сравнительно низкое, 640 на 480 пикселей. Если помните, там матрица всего 0,3 мегапикселя. Микроскоп же пишет видео с разрешением 1920 на 1080 пикселей при 30 кадрах в секунду, а фото 4032 на 3024. На видеозаписи иногда проскакивают шумы. При этом на экране микроскопа из-за размера экрана эти шумы не видны. Придраться, по большому счету не к чему. Разве что кнопки сброса до заводских настроек на пульте. Я бы ее отсюда убрал. И если же вам нужна картинка с нулевым временем по отклику, ищите микроскоп оптический. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, иначе не узнаете о выходе нового видео. Субтитры сделал DimaTorzok